взаимодействие идет по разным ну естественно искусственно терраформации слоями налепили дальше до этих людей заселили для чего все это какие-то переселенцы я не знаю зачем они тут должны жить это должно быть как хорошее что-то здесь более высокая плотность более плотная материя чем в других создали таким образом чтобы люди физической плотности здесь могли жить на других планетах немного по-другому это все идет так и куда направили когда направили кого планета да и и куда-то отправили как вот шар в бильярде летит куда-то ее куда-то направили какое-то место она должна занять какое-то место которое пустое должна занять там почему-то пустое но что-то было и теперь почему-то это пропало то что было раньше другая планета какая-то было рядом или на том месте где сейчас земля или рядом орбиты какие-то сходные схожие как вроде немножко ближе к солнцу было чуть-чуть ближе а землю сделали чуть чуть дальше но там пустота сейчас этой планеты нет и эту специально туда всунули так допустим был фаэтон а почему нету фаэтона его разбомбили кто вот просто с космоса вижу лучи такие огромные и в какой-то как в базу я не знаю что там было такое на фаэтоне но если описать так как это можно понять знаешь вот как это идет ассоциация какая что как в резервуар каким-то топливом огромным просто туда лучше и взрыв идет на мелкие кусты много много всяких разных астероидов отлетела и место какое-то время там пыль много пыли а потом просто пустота темная такая пустота он немножко не там и сейчас земля как сдвинута земля уда откуда лучи они должны были обороняться те земля была создана для того чтобы можно было обороняться физическом теле они могли построить какую-то линию защиты они могли это сделать менее плотные эфирные тела были не приспособлены для такой защиты потому что те которые нападали могли взаимодействовать на уровне материи вот кто нападал я вижу огромный огромный треугольный корабль просто огромный он висит он зависает над этой планетой которую нет и оттуда идет луч смерти такое я не знаю почему лучше смерти вижу и он очень может мне уже мерещится повсюду это твари но я вижу как тварь какую-то только она какая-то не такая как-то которые мы видели подобное но не такая может старая еще может рука еще сколько времени нашим субъективным лет отчислений не знаю или а это мне вообще трудно посмотреть не идет как миллион но вряд ли чтобы это был миллион один и куча один и куча 0 и там по моему девятка еще где то есть между этими нулями да вот теперь смотри сколько времени заняло формирование создание земли нет она достаточно быстро она не настолько долго формировалась и привезли туда именно тех которые готовы были дать отпор как каких-то войну воина вот я только хотела сказать как каких-то воинов те которые готовы были служить на это на эти цели но там также были и другие те которые вот одни как войны а другие как для гармонизации отношений как женщины они все равно не были воинами или не признаны были не призваны были воинами так как ну как обознаешь идет война вот за диабурский который уже оборит это большая база военная собственным светилом они должны были построить там какое-то взаимодействие внутри этой планеты вот и по каким-то я не знаю как это правильно сказать как расчерчена поверхность планеты на какие-то вот точки где должно вот не не точки а какая-то как сетка специальная и вот там какие-то вот такие круглые пятиугольные не знаю что это крепости какие-то это то что должно было оно должно и притягивать как маяки они понимали что этим они вызывали огонь на себя и к ним должна сейчас прилететь то которая разбомбила файтон как они должны удерживать или спасать полностью всю вселенную беря огонь вызывая огонь на себя показывая что тут они такие все красивые но в то же время они учились делать как это как ловушка для нее должна была быть эта планета она все то блин что серьезно да и соберу связь и сказал темные миры пропадают ни хера не понятно надо послать то послали то не меня одного планету мы генштаб разбирали сколько таких планет было послано орбитальных крепостей но ты просто забыл в другом стоит до химии мелочи размерчики были и звезды крепости звездные крепости мы тоже разбираем те же понимающие же когда я вот вхожу в это состояние я с трудом отличается да и я с трудом вообще понимаю о чем я говорю вот как идет информация поперла информация просто вот набор слов и без какого-либо нормально фух я немножко передохну исчезали миры и она меняла время никто не мог понять что это то есть связь то было скажем так телепатическое другие принципы жду переваривай эти все это говорил решили послание сделали кремятся наверно наверно не говорил так как ты сейчас говоришь а просто какие-то намек или что-то потому что я всегда намек когда ты видишь эти выкладываю информацию нифига себе или а так что это серьезно и те которые жили на земле у них как какой-то вот у них обязательства что они воины и здесь должны а а потом когда прилетела это чундра и она разбавила людей не люди юда нежитью какое-то и чтобы за вода да блин так много сколько ты видел сколько много ну вот она грохнула фаэтон первый раз потом ее отогнали модифицировали землю подперли на нужную орбиту притащили взамен одной базы другую трофейную луну кое-как состряпали потому она снова крепилась отбили кое-как но припел уже не треугольник не это звезда смерти как я говорю я говорила я говорила звезда смерти что то что файтон разбивала вот и мы от мелочевки отбились и вот чтобы добить второй раз прилетел вот именно сама большая устроила бомбардировку там до 15 столбили с 800 по моим подсчетам по 815 в нашем совете на времени 16 родилась королева когда уже понятно что выиграет вылупилась поставили земля была какая-то как вот ему спрятано даже люди которые выходили они не видели ничего солнца не было когда ядерная зима конечно же куча триллионы тонн пепла разгоревшего всего этого над землю соответственно тепло отражается солнечные лучи похолодание всей атмосферы которые так было сгорел сгоревшие уменьшенная часть выброшена в атмосферу часть сгорела просто сгорел как кислород сгорел просто да или что кислорода меньше озонового слоя нет и все прочее то есть ядерная зима еще лет 20 шла и вот эти вот весь пепел сгоревшие при похолодании вся вода выпала поднялся уровень был потоп соответственно весят пепел с дождями выпал глина глина грязь до соответственно с этой грязи десятки лет никто тоже выжить не мог и потом абсолютно поменялся ландшафт то там где не было жар там произошли горы и там где не было вот я не знаю что еще я вижу что по-другому пустыни где образовались там не было пустынь смотри смотри откуда песок блин илья я вообще какую-то ерунду вижу да но нет его туда сваливает смотри да просто перед транспортировка какая-то идет рядом да вот на земле на нашей же планете где-то роет а туда просто как отходы валят а между роют и вольт что происходит что-то изымается как просеивает что-то забирают а то что мелкая фракция то что отсеивается просто валит на что-то отбирает этот момент то что было как да да но на нафиг а смотри куда влетел техника до она потом вверх как-то перед передве ну ее собрали просто вверх и все огромная техника можно сказать что это что-то ужасное просто навезли как песочнице детям делают знаешь вот ограничили как-то и туда смесли весь песок это мрак там ты смотрела на канале цельнозор есть такой канал ролик называется урок урановые карьеры я знаю что есть такой канал илья но если это ты пять месяцев назад выкладывал с пяти месяцев на такой ролик то видела раньше не знаю нет раньше это было летом от того года прости не помню я просто говорю скорее для зрителей если сейчас есть наладится то может быть да ты все верно увидела профит он тоже верно увидел и немножко отогнали и потом сделали такую ловушку планету чтоб она увязла когда уже примерно поняли с чем имеем дело теперь я вижу людей было то теперь я вижу рассказывай что они прилетали сюда вот эти вот космические какие-то души я не знаю каких правильно сказать приходили с другой плотности здесь воплощали становились более плотными они их было много они расселялись и заселяли абсолютно всю планету планета была рассчитана таким образом чтобы выдержать большое это как лагерь был какой-то огромный военный лагерь где было много людей то но не только война это же еще была и обычная жизнь но как знаешь как эти вот передавая да и вот тыл какой-то для как все для фронта но в то же время и шло вот обживание этой планеты люди которые не участвовали там не вели скажем так дозор какой-то они жили самой обычной жизни но они просто знали что им нужно делать в случае чего и как взаимодействовать с кем кроме того что эта ловушка они еще и жили потом за время первой экспансии и во время второго и и победит побежденного уже когда она уже победила очень много душ просто очень много как вроде оставили тут но какую-то часть совсем маленькую я не знаю сколько процентов но совсем как три я не знаю против того чтобы его или 10 не вижу не понимаю как это многих-многих просто забрала и сожрала именно на уровне душ чтобы здесь было большое количество уже после победы сделала как каких-то клонов те же которые как люди только внутри вот не такие немножко не знаю что разбавить нужно чтобы было плохое взаимодействие между человеком которые готовы вести борьбу которые могут вспомнить или что-то вот продать против вода да да для много людей наделал даем модифицированных они тоже дают энергию какую-то но это не тоже конечно со своим генотипом они охотятся пытаются убить обмануть выкачать энергию из полноценных людей поэтому у разных скажем так не белых народов такое вот желание как-то досадить убить и прочее у многих не говорю что у всех у преступность нет на социальности бла-бла-бла ну вот есть такое обмануть подавить группой растерзать как-то и все прочее они запрограммированы на это генетически программно энергетически и они должны видишь как они должны вот как между это должно быть это очень большой рад перед перемешать людей всех нужно это для них потому что между белым и белым должен стоять кто-то вот такой который и еще схеме должны быть и которые дети рождаются чтобы не были одинаковые чтобы не было взаимодействия белый и белый а какая-то часть уже чего-то другого и это уже абсолютно не то как вот тех которые как вроде те которые вот изначально были заселены белые дате которые воины которые должны были защищать вот вселенную как это ловушка планета ловушка должна быть вот они должны быть обособлены они не должны взаимодействовать друг с другом и должны как-то переключаться на что-то другое как на войну даже друг друга и войны друг с другом делались все лет это война войны в основном гигантские между белыми остальное молочевки а если между не белыми а если между генами одефицированными людьми пытались сделать так чтобы все равно белые были втянуты в этот конфликт каким-то образом чтобы они тоже там пропадали гибли энергии свои отдавали ресурсы свои отдавали как год вы везде задействованы и она а вот услышание да я слышу тебя хорошо алло я тебя слышу хорошо так мы достаточно мне кажется посмотрели да враг портит звук искусственный бедит смотрит и портит звук потому что на записи уверен будет вообще абсолютное кваканье мы до сути добрались цель геноцида белой расы прежде всего потому что мы люди мы коренные нас нужно уничтожить на уровне душ то что не смогла съесть и уничтожить просто перетереть цель чтобы мы сами свои души уничтожили пошли против вселенной и вселенная сама все стерла нас я правильно увидела что людей было очень много раньше до этих всех воин но просто и все были чистые потом и на 2 миллиарда примерно да но тогда не было пустынь пустынь много не было болот таких как в сибири и в канаде центра цивилизации это север африки это сибирь и канада с бомбили сибирь все стерли уран весь забрала переработал песок сосыпав сцены центр цивилизации остаток как песочница что я говорю в африке я был огромный вздых или какое-то говорил видео посмотреть или что я не смотрел какое-то на твоем канале ты сказал это вот заходишь на вводный ролик внизу в описании есть вторая часть вот там есть вторая часть в описании там есть ссылка на этот ролик посмотрю но я этого еще не знал что ты рассказал это сам сделал ролик но как бы многие говорили что песчаные пустыни искусственные то там 13 года еще статья 7 свет такой автор из я просто видела как песочницы делают знаешь вот просто вот сбили коробку такую засыпали засыпали и коробку потом убрали в сибири один кувшик забыли не дни дни дотащили то есть центре сибири чарская пустыни так называемый то есть просто гора из песка ковшик высыпали все башу вот без нет официальная версия алло я тебя отлично слышали алло да слыша вот ты замираешь частки пески пустыню есть такая ковшик выкинули в сибири у нас из ниоткуда гора песк у меня скорость хорошая я не могу понять почему я зависаю настолько у меня у меня плохая но зависать что и почему туда чудеса что мы добрались до сихи машина смотри 90 4 меня скорость нормальная по моим должно быть замираешь иногда ладно забудь вот и собственно горы официальная версия говорит что песок это продукт распада горки эрозии выве выветривание прочее но сюда почему то их перенес туда горы из этого песка там там реально 100 200 метров высотой песок вот хороший вопрос почему песок сам стал в горы собираться резко и почему там где есть проплешина нормального грунта там зелень растет и почему под песком деревья раскопать не показал ролики то есть пустыня наступает типа да или что вот гора наступает на зеленые официальные версии то якобы песок появляется результате выветривание но гор рядом нет то есть откуда выпетрилось непонятно сейчас подожди минутку я кто-то а а а а а и Мы решили не поймать сегодня. Да, я не поймал. Ты тоже не поймал. Потому что я занялся с скайпом. Так что я не могу. Окей, мы просто проверим. Я закончу. Если вы хотите проверить что-то, то есть скайп. Сайсиди. Ты их чем-то потревожил? Нет, это просто, наверное, матрица так реагирует. Нет, они заказали, типа, пиццу. И хотя бы, если где-то... Хочу присоединиться к заказу, чтобы заказать. Еще мы переезжаем в другой отель, поэтому они говорят, что решили не ехать сегодня. А я тоже что-то спонтанно решил не ехать, потому что я тут с тобой, ну, так, позвонил просто, чтобы отвлечь. Ну, турок. У нас тут немец работает, голландец, два турка, трое русских и одна казашка. А, еще вот сливание церковь. Замечательный коллектив. Интернет, мы обращаем в другой, там куча немцев. Да, да, мне нравится эта компания. Все хорошо. Абсолютно адекватные люди, несмотря на то, что сранок у кусков мира. Хотя загоны есть у всех свои. Ну, ладно, все нормально. Ну, ты все верно увидел. Все совпадает с моей информацией и подтверждением из других источников. Не в Азии, там, ченнеринга и всякой хрени. Именно исследование. Какой ужас. Это значит, люди, которые живут... Требольник, ты классно увидела. Это очень древний, самый древний. Тот, который Файт, он разбомбил. Я говорил, это значит, люди, которые тут живут. Сейчас те, которые имеют генотип людей, те, которые не являются там какими-то роботами, клонами, кем я там не совсем рассматривала, кто они. Значит, эти люди, они изначально пришли сюда все как войны. Да. Я тебе говорил, сколько таких? Ты увидела 8 планет. Да. 84, вот, похеренных. Это система целая, как бы, мне кажется. А где находились? Крутиться и с разных сторон сдирать ее, как вот, своей энергетикой, потому что все на энергиях было. Вот в звездолете, который летал, я прям чувствовал звездолет, то есть на моих энергиях, на биоэнергиях, через меня прокачиваю все как-то. То есть мыслью и вот энергиями своими. И у нас все системы такие. Вот и она хотела людей продемонтировать, прочипировать и выставить как живущие, чтобы наше оружие не работало против структуры Роя. Поэтому она так хотела генномодифицированных и делать гибридов, клонов. Не получилось. Ну-ка, потарается, тварь. И эти зомби-масоны пытаются и прочее. Но это еще все быстренько прекращу. Потихонечку. Сверху же идем. С помехами, но идем. Ну, планетку просхерачили и изнахратили конкретную тварь. А себе забрала все самое лучшее. Коза. Виндзорский говорится, он красивый. Там, где меня накрыло. 16 лет. С дурой поперся. Знаешь, как это организовать поездку? Детей из Сибири. Из СССР, по сути. Ну, в СССР, да. В туда. Мне 16 лет, и я там впервые на нее напоролся. Совпадение. Совпадающие. Увидела, как это. 16 лет, это было жестко. Я в такие жернал попал. Там, ты что вообще непонятно, что такое. Да. Ну, вот красивые места. То есть она оставила место, где они раньше, кажется, были. Некое посольство типа. Сборы инфы был. Еще один. Но мы стали той липучкой, в которой она увязла. Да. Так как и задумывалась. Да. Планета должна была. Да. Ловушка захлопнулась. Вот она попала в капканчик. Она здесь увязана. И вот в самое уязвимое место мы ударили. в том числе и я. Потому что ее увязел место это сознание. По сути. Сознание это полевая структура. Уже поняв с чем имеем дело. Поняв, что силой рой не взять. Ничем рой не взять. Такую помпочку, чтобы изнутри. То, что это очень долго длилось. Это просто что-то с чем-то. Я до сих пор перевариваю эту информацию что-то. Я же говорить так быстро не говорю. Как передо мной эти все картинки перед глазами проскакивали. Знаешь? Проговоривай сейчас. Вот. Сразу я смотрела как этот фейтон взорвали. Это просто какой-то как луч. Мне почему-то пришло луч смерти. Как он взорвался на несколько кусков. Потом как нашу планету делают. Как обматывают слой за слоем. Потом как заселяют души. Это вообще они такие мощные все. Они приходят. Они все идут практически на войну. Кто на смерть. Кто на войну. Ну это по-разному. Но тем не менее. Каждый идет выполнять какую-то функцию. Это самые-самые знаешь как тебе сказать. Самые отчаянные. Самые храбрые. Самые лучшие всех. Угу. Отовсюду. Это как гвардия какая-то. Угу. И потом я так и не поняла как это. Она раз прилетела, отбила. Потом еще раз. А потом уже какие-то как люди здесь. Как шпион. Шпионов. Она каких-то оставила здесь на земле что ли. Угу. 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 Она тоже не совсем понимала с чем имеет дело. Мы до нее закрывались. И мы на другая вселенная. Другой закон. Другой вселенной. Она не очень хорошо видела. Она и часто через цифры пытается общаться. через цифры непривычно. И теперь все равно как общаться. Ну как ей привычнее. Но она нас и сейчас видит как набор цифр. Угу. Да. Как проткнуть может. Я забыл название. У меня сейчас память не работает. Но у меня был ролик про квантовый реальность что-то. такое. Да был. На улице. Вот. Да. На крыше. Вот. И мы сюда приперлись чтобы на этом уровне. Еще не знаю об этом. Но знаешь что слабость там. Вот. Гравитация. То что я говорила. Взаимодействие и гравитация. Это для того чтобы создать более плотные физические тела. Угу. Потому что только такая плотность может дать физический бой. Она же фаэтон уничтожила физическим образом. Вот взрывы. Это уже не энергетика. Это как ну вот что-то что. Как атомная. Ну не знаю как это правильно. Да. Луч какой-то. Огромный. Чтобы уплотнить энергию настолько. Чтобы сопротивляться ее цифровым всем трихомуде. Да. Чтобы она увязла. То есть легкие души она съедает на свой уровень перетаскивает. А вот тяжелые души. Плотные. Просто так съесть не может. Поэтому стали тут как твердые кристаллички. Не такие эфемерные которые как светятся легкие. И ей пришлось создавать ГМО. Чтобы с помощью посредников. Уже добывать нас с наших душ энергии. Просто так вот слезнуть как корову языком. Как раньше не смогла. И вот об некоторых особо одаренных. Особо твердых. Она поперхнулась. Включая меня. Чему очень рад. Так что я не случайно в это говно приперся. И он его дошел. И ты наверное тоже. Вспомнишься еще. Я не хочу. И не надо. Я на самом деле многое вспомнила. Я не хочу. Ну ладно потом поговорим. Вот где сейчас этот корабль треугольный. Я не знаю или я. Он или разбит или переформатирован. Он разделен на какие-то треугольники. Ого. Какие они сейчас. Не знаю куда-то оттянуты к каком-то пыльном ангаре. Просто как отпилили. Вот он был треугольный. И представь его на три треугольника. И треугольник который по центру остался. Его разделила длина 4 части. Зачем? Почему? Не понимаю. Может это взрыв был. Я вижу как он просто разделяется на части. Так. А теперь эти части. Что делают? Где они? Не знаю. Попереформатировали из треугольника. Сделали квадрат. Собрали по-другому этот треугольник. Угу. И? Где часы от квадрат? Я не вижу там чернота какая-то. Не могли же они его в черную дыру спрятать. А вот пока он был тоже разделенным. Там была одна королева или несколько королев? Было разделение роя или не было? Знаешь как это я вижу. Как вроде бы проекция идет. От одной большой. Да. Идет от. Ну вот как сказать. Отпечатки. Да. Или вот. Отражения вот идут такие же как одна большая в центре. Идут отражения таких же, но таких же как она, только поменьше. То есть они идут идентичные, аналогичные той, которая в центре, но только маленькие. В каждом треугольнике отдельно. И потом, что произошло? Как они решили объединиться снова? Что произошло? Как в квадратовой строили эти треугольники. Другую форму принял. Вот представ по геометрии. Если ты берешь треугольники и пытаешься с них квадрат сделать, они большой треугольник. Угу. И как отражение. И как отражение какое-то идет, что все сливается обратно на одну фигуру. Такая же как были три мелкие и становится одна большая. Но как сознание каждого есть внутри. Каждая из тех трех мелких. Не знаю как это. Вот задача посмотреть, где это сейчас сознание, где эта квадрата. Я не могу тебе объяснить то, что я вижу. Я вижу это как какой-то или портал, или черное-черное. Вот как говорят черная дыра. Вот что-то, что утягивает туда, как какой-то открытая дверь и какой-то антимир. Он там как завис в этом антимире. Энергия, которая по плотности, я не знаю с чем ее сравнить. Очень плотная. Но в то же время это очень глупо звучит. Очень плотное ничто. Угу. А он сам ушел либо туда поместили? Это как база какая-то. Это как он там может зависнуть, не пропасть. Это как консервация какая-то. Это как законсервированное что-то. Не знаю, что это. Вот идет как именно там, в том пространстве, он никуда не девается, он консервируется. И то, которое собирается из трех частей изображения, становится одним. Оно становится на уровне... Нет, это не физика. Это не так, как мы ее видели. Почти органика. Это что-то как зависает, просто вот как контур. Если рисовать голограмму. Знаешь, есть такие не очень плотные голограммы, но более прозрачные такие. Вот как такая прозрачная голограмма. Вот именно состоит из знаков, из символов, из каких-то. И там в этом... Не знаю, как это... Не знаю, антимир можно назвать. То, что противоречит нашему, скажем так. Абсолютно не такое, как нашей там энергии идет. Пустота очень тяжелая, очень пустая, очень черная. Не могу как это описать-то. Я понял, восстановлюсь. Гляну, сейчас я слишком услышал об этом. Тема следующего. Либо другого сеанса, скажем так. Не следующего, не факт, а следующего. Хорошо. Все равно придется строить флот, эфирически лететь, смотреть. Что за херня? Где они там? Я знаю. Ты же знал каким-то образом, что она где-то там есть, да? В такой цифровой форме. Да, как эхо где-то. Здесь-то мы в нашей вселенной с мелкой совсем поработали. Все нет. Здесь грохнули именно так, как это было подразумевалось на плотном физическом уровне. Плотные даже вот в нашей этой, в атмосфере нашей земли, в этой ловушке. Ее нет, но есть где-то именно как копия. Проекция голограммы, которая может всплыть. Вот это нужно уничтожить. Она, наверное, нашему миру в какое-то время не сможет принести вред. Потому что наш мир более плотный, а она более графичная. Хотя не уверена. Если ее расконсервировать, она может приобрести любые формы. Да, она может вынырнуть из межмерия. Она в это полумежмерие залезла. Она не смогла продолбиться в следующую вселенную. Закрыто. Заборчик. И она решила переждать. Пока все забудут, видимо. Это вот то, что мы видели, где 3D-принтер. То, что мы видели в проекции со мной в том числе и прочее. Она вышла полностью в цифровой мир. И когда нужно, тело будет сформировано 3D-принтером и проекция закачана. То есть мозги закачаны в тело. То есть она всплывет. Пока затаилась. А если там устроить такой бабак большой? Не знаю какой. Не сейчас. Все. Всплывай.